Вам нужно относиться к тому, что вы слышите, относиться к тому, что вы видите, с достаточной долей внимательности. Понимаете, сколько раз у нас в клинике, в клинике Агула у меня присутствуют такие, слышим разговоры, приезжают ценители с Германии, с Австралии, с медицинским образованием, достаточно опытные. Они едут к нам зачем? Они едут к нам за опытом, они едут подглядеть где-то, и в этом признаются иногда честно, что существуют какие-то фишечки, существуют какие-то способы, молечки, как-то их там называют, чтобы применить уже в Центр оздоровления, в Центр восстановления здоровья. И из уст таких ценителей, в общем-то по-настоящему, ценителей, опытных, профессионалов, докторов, приходится слышать, что вы знаете, мы вот прошли по одной клинике, мы пошли по другому, мы пойдем к Агулову, пойдем к Ушакову, вот у них что-то. И когда вам показывают те или иные методы, те или иные точки, вы должны понимать, что прикасается к вам мастер. Мастер, я сейчас не о себе говорю, а я профессор Молодович, а мастер высокий, вы понимаете? И когда прикасается мастер, то и действие соответствует. Но, чтобы вам самому-то действовать, не сильно, знаете, где самая главная проверка проходит мастерства? Как вы думаете? В гостерии больного? Ну, может быть. В реанимации, да. В экстремальной ситуации, конечно. Но самая главная проверка, которую прошел, например, в Моле, кайнису, да, в совесть, характер. И, знаете, наверное, что-то еще более, наверное, первая вера. Это когда, работая на скорой помощи, приезжая, мы сегодня говорим о давлении. Вот только что, да, перевожу тему. Вот повышенное давление. Или перебои в сердце, а ведь мир. И я приезжаю к своей родной матушке и говорю, у тебя постоянные скачки давления. Скорая, мне соседи рассказали о нас, там не скрывала от меня. Скорая два-три раза в сутки. Значит, пароксизмальная тахикардия, то есть понимаете, что такое экстраксистолия, аритмия сердечная и высокое давление, 220-240 и так далее. Я приезжаю, беру ее за руку, беру за руку и говорю, вот сейчас мы сделаем два. И прямо на ее, вот сейчас вот, зеркала нет, там где-то что-то, ну, три вдоха, вдох, выдох. Вот, садимся, устраиваю удобно. Еще раз, два, три вот этих вот экскурсов вдох и выдох, давление 140-90. У нее тогда это было много, 78 лет. Она мне говорит, Саша, я не могу этого сделать самостоятельно. Я говорю, врешь, можешь, не хочешь, не веришь, можешь, у тебя же получается со мной. И только затем клинический многолетний опыт, а в этом году у меня 37 лет, как я в медицине, а это, согласитесь, в общем-то, в общем-то, чуть-чуть, так скажем, есть. А вот я осознаю, что действительно далеко не каждый, тем более женщина, там где-то, может расслабиться. Ведь в первую очередь, чтобы с ней давление, нужно расслабиться. Расслабить тело, расслабить дыхание, провести экскурсию. Вот это геофрагма, о чем говорил наш коллега, молодой, талантливый доктор Карманских Тимофей. О чем говорил Александр Тимофеевич? Поэтому, когда вы говорите о точках, об этих волшебных, вы подсоединяете еще и общую регуляцию нейросистемы. Это вдох, выдох, это расслабление, это осознанность. Так вот, когда, через несколько лет, несколько, наверное, это 20 лет, я же говорил, на скорой, понимаете, приезжаю, говорю, ну-ка вдох, выдох, ну-ка вдох, выдох. Какую-то внутреннюю инфузию. Все, давление пришло в норму. А бывала ситуация, когда у меня очень хорошие мучителя были, я ему говорил, слушай, подойди, возьми за руку эту пациентку, просто возьми за руку ее. И давление раз нормализовалось, а ей тепла не хватает, спокойствия, ласки, уверенности. А это мне тоже много значит. То есть мы идем уже системно каким-то образом. И для того, чтобы вам решить любую ситуацию, пусть это давление, пусть это боль какая-то будет, пусть это спазм, пусть это тошнота, пусть это все, что угодно. Первое, нужно верить, что ты сможешь справиться. Раз. Второе, нужно обязательно делать. Мало верить, мало знать. Нужно делать. Делать, стараться. Так вот, у меня проверка пришла вечная. Когда после тяжелой ночи, после тогда, это 90-х, когда я вернулся с бессонной ночью, это, по-моему, не с одной даже. Работа была сложная, но, сами понимаете, вызов за вызовом. А, понимаете, когда ночью не спишь, вроде бы легче, а когда вот вроде бы минут на 40 только уснул, он у тебя поднимает, а ты еще в двойне от родителей. Так вот, я пришел и слышу, у меня пахло, сердце встало и остановилось. Вот тогда ты меня проверочек, это и пробил. Во-первых, сразу, вот, холодный. Сразу же испуг страшенный. А, я же своим пациентам говорю, говорю уже десятилетия. Вы знаете, когда идут стенокартические боли, когда останавливается сердце. Вот это вот перебои, это рефлекс. Это не смерть, это страх смерти. А страх смерти возникает в ответ на вот эту физиологическую реакцию. Это просто, прийди головой к этому, что это выброс гормона страха, адреналина, который сжимает нервную систему, холодеет руки, начинает сводить. Ты испугался. Что тебе остается сделать, чтобы убрать этот пароксизм? Что? Расслабиться. Сказать себе, «О, все хорошо. Сейчас все это пройдет. Я это знаю, я верю. Я вот это вот». Понимаете? Это просто рефлекс. Так вот он мне пришел, этот рефлекс. Ну, это один из случаев. Вот. Ну, вообще по здоровью. Но это, слава богу, те первые и последние. Прошло уже больше 17 лет. Вы понимаете? Я говорю, Саша, вот тебе и проверка. Ты говорил это пациенту, ты говорил это своей родной матери. А теперь скажи самому себе, что тебе надо что? Это рефлекс. Что тебе надо что? Расслабиться. Что тебе надо что? Вдохнуть животом и диафрагмой. Что тебе нужно выдохнуть и задержать дыхание на выдохе. Да? Задержать дыхание на выдохе. Предательская мысль сразу. Да нет, само пройдет. Не буду делать. Я же верю. Верю, что я там знаю. А сделать-то ты должен же еще и проверить. Ползе начинается. И вот так. Наверное, скажем, Бог дает такие испытания, которые мы в силах преодолеть. Если мы их не преодолевали, нам это просто, ну-ка, просто стирают сердце земли, а дальше идти или ползни как-то там. Вот это одна ситуация. Александр Тимофеевич, конечно, имел в виду другую ситуацию, онкологическую, которая у меня возникла после смерти отца и матери. Ну, это, наверное, смерть, можно сказать, очень близко. Вот это вот горечь, вот это вот утрата. Развилась онкология в легком. Александр Тимофеевич имел в виду травму 15-летней давности, когда была произведена операция на позвоночнике и мои же однокашники. Тогда главврач института травматологии и ордопедии сказал, что, ну что, давай, вторую группу инвалидности сразу оформляем, через месяц приходи за первой. Пока я главврач, покруйте тебе инвалидную пешим с Германии. И покру, покру, плечу. Ничего, зато на трамвае бесплатно пешились. Вот. И вот эти все, наверное, может быть, здесь еще и боли страшенны. Страшенны. Так вот, друзья мои, коллеги, те люди, которые, я вижу, пришли сюда, говорят, пациенты, понимаете, боль какой-то наверняка умный человек, переживший ее, сказал, что это вообще аббревиатура. Боль, три буквы, да? Это Бога, объединяющая любовь. Так вот, само вот это понятие, сдвиг фокуса внимания на то, что боль, это мои страдания, я же взболился Богу, говорю, за что? Что я сделал в своей жизни такого, что ты мне ежесекундно, в течение суток, недель, даешь эту боль. В чем? Я пересмотрел всю свою жизнь, действительно, это нужно делать. Все эти психотрагменты, все эти экскурсы в прошлое, это перезапись вот этих ситуаций, прощение тех, самого себя в тех ситуациях, где был неправ. Это же пересмотр, это же докопаться в своей совести в каждой свой шаг, в каждое свое слово. Сколько мы иногда замечая делаем плохого, сколько мы не замечая делаем плохого, а это все записывается, и в тот момент ты начинаешь себя анализировать. Опа, а вот здесь, а по совести люди, вот так. И вот это запись, а потом перезапись, а потом пришло осознание, что оказывается это дается, а сейчас я говорю спасибо Боже, спасибо, это уроки, это огромнейший, мощнейший урок. И пережив вот эти страшные сегодняшний день для многих проблемы, там какой-то же плечо-лопаточный мастюхондроз, ущемление седалищного нерва, значит, ведь мне убрали межпозвонковый ночьный диск, и я заплатил своему однокашнику, с которым учился вместе, говорю, Валерка, я тебе дам денег, только не ставь мне сковы, пусть растет со мной, он говорит, Саш, но ты через полгода придешь, все равно придешь, мы должны ее зацепить, там я же диска нету, а я через восемь месяцев направил на живое залез, он мне там и я затих, лежа на полуто, и думаю, если у меня сейчас нога не пошевелится, а если у меня, извините, я еще не женат тогда был, а, и лежишь, и спокойно, и в своей видеозаписи, я стал тихим, тихим, я стал таким спокойным, я говорю, все хорошо, у меня, спасибо, отпускаете эти веревки, все хорошо, улыбаюсь, вроде шевелится, что-то, вроде шевелится, встал, да, вот такие вот вещи, зато сейчас, когда приходят пациенты, пациентки, уже с полным правом, я скажу, вы пришли, это невозможно снять заразу, вот с этой болью, если сейчас поможет, ну ее выщерки, но она вас вернется, а вот это давайте постараемся, сейчас уберем, вот пожаростная модель, она устала, наверное, сегодня, я обратился к ней, вчера, она обратилась ко мне в ушах, вы знаете, у меня был шум в ушах, я просыпался ночью и сказал, где же это звенит-то, понимаете, есть, да, понимаете, вот что значит человек, переживший эти страдания, я сына, говорю, сын, у нас там что гудит, папа, ничего там не гудит, я такой, слышишь, нет ничего, понимаешь, я осознаю, что это у меня в голове, понимаете, а оказывается, ше это, а, конечно, но, здесь есть профессионалы, где точка ключевая, чтобы не шумела в ушах, ведь шумит тот через одного, скажите честно, точно же, точно, видите, а я вам скажу честно, вот это снять без болевого воздействия нереально, можно гладить, можно объяснять, можно завести в гипоксин, можно ввести в гипноз, мы все этим этим занимаемся, но оно возникнет, потом вдруг на фоне полнейшего спокойствия прилег где-то там аккуратно прилег, на это лучей, прослабился и сжужжало, а у кого лопаточные плечи, лопаточные были, вот эта, то есть ухандрус, три недели боли посреди спокойствия в два-три часа ночи утра, на фоне полнейшего спокойствия, вдруг, ах, и надо, понимаете, и объяснить, доказать что-то, посоветовать человеку, Ну можно наставить, конечно, обезболивающее, можно куда-то это всё выйти, но проблем вот этой не решишь. Значит, нужно какую-то сверхпороговую чувствительность, сверхпорог. Я вам сейчас покажу, как убирается. Я вообще, честно говоря, планировал вот этот мастер-игрокласс и мы не готовим. Да и вообще, что там готовится к мастер-классу? Что мы тут с конспектами ходим? Понимаете, были вот те случаи, которые здесь за эти два дня были, и уже достаточно информации будет столько, что вот, пожалуйста, да, раз. Вот сейчас симпатичные уши. Вот, пожалуйста, или на два, вот три, вот четыре, вот пять. Понимаете, это вот, мы вот-вот просто прошли, познакомились, что-то там оказали какое-то воздействие. Каждый случай уникальный. Так вот, давайте, вот есть запросы, шумит в ушах. Есть область, над которой нужно трудиться. Причем я буду воздействовать это своими руками, знаниями, умениями, а вы будете обучаться. Мне часто, знаете, как говорят, ушаков-то ненормальный. Ты берешь и обучаешь людей делать все самому. Ты приезжаешь в эту страну, в этот город куда-то, и ты готовишь специалистов, ты готовишь себе конкурентов. Зачем тебе это надо? Ведь у тебя уникальные знания, у тебя такие умения, там, ты встал бы там. Про нее все это. Невозможно стать уникальным, не терять. Во-первых, я это точно знаю. Во-вторых, конкурента вырастить, да невозможно. Вырастить себе конкуренты, что ли, что я с ним рядом? Да мы только с большей радостью ездим по этим всем заседаниям, понимаешь? А больных не то, что слишком. Их год от года становится все больше и больше. Хорошо. Значит, так. Давайте вот с чего начнем. Сейчас я посажу сначала на стульчик. На стульчик покажу. Некоторые вещи, которые можно будет делать самостоятельно. А ты их, говори честное слово, мне что-то их будешь делать. Тебе? Тебе? Не говори честное слово. А женщины честное слово ждать? Ну вот. Жарусь. Все не надо. Не надо. Тебе понравится просто. Тебе просто понравится, ты будешь делать. Будем делать вместе. Значит, шея. Что происходит за годы жизни с шеей? Да. Она становится... Какой? Да. Да. То есть... Ну, кого-то повезет. Или, да. У кого-то везет. Ну, вообще, в принципе, да. Проланс происходит. Межпозвоночные диски сжимаются чуть-чуть. Ага. Можно ли это вспышки? Выключите вспышку, пожалуйста. Потому что я не знаю как-то. О, выключилась. Потому что это не сможет. Ага. Так. Первое. О чем говорит Александр Тимонович? Не только. Сейчас уже за нами вторят и вторят и вторят. Что улучшение кровоснабжения обеспечивает хорошую деятельность любого органа. Либо части тела. Ганна Михайловна говорила о трофических язвах, о улучшении кровоснабжения. Убираете шею. Это, значит, понижаем или повышаем давление. Здесь есть несколько там различных способов и методов. Так вот, если шея укорачивается, значит, что нужно ее делать? Утрянить. Утрянить. Нет, конечно. Но, тем не менее, знаете, вот эти морщинки на шею, показывают, какой межпозвоночный диск просел. То есть, пока они стоят на месте, шея вот такая. Там тихонечко начинают сжиматься. Так вот. Если мы будем просто разогревать шею, разминать ее, раскручивать, тоже хорошо. Тоже хорошо. Но не удлинишь. Что держит сам размер шеи? Нервы. Укоротился нерв какой-нибудь видом, человека будет сворачивать внутрь. Был воспалительный процесс в легких, либо в сердце, в бронхи, затянуло диафрагмальный нерв, человека начнет сворачивать и плечи в том числе. Да? Произошло другое какое-то движение. Все равно будет изменение в теле. Профессионалы, конечно, это верят. На этом диагноз иногда ставится просто. Ох, я видишь, где что и даже можно сразу же воздействовать, чтобы сделать помочь. И так далее. Я покажу вам самый ленивый способ. Почему? Так вот, находясь длительное время прикопленным к постели, в доме, вообще просто к квартире, потому что спуститься не мог. Двигаться в квартире, ну и нежелание-то, и что-то, и месяцами. И я осознавал, что мне встать и начать что-то делать, какую-то двигаться и так далее, нам просто невозможно. Во-первых, больно, во-вторых, сил нет никаких, во-вторых, желаний никакого нет и так далее. И все упражнения нужны какие? Ленивые. Делать так, не вставая. На этой базе понимание вот этого, у меня сейчас запатентован ортопедический матрас в Шаколу, где-то есть там даже в интернете, он в релакс-клуб, по-моему. Ну, если что, то будут мои координаты интересуются. Вот. Он позволяет расслабить тело, создать условия, когда снимается напряжение с тела. Невесомость создать. Вот в этой невесомости уходят боли основные. Нормализуется давление. В этой невесомости можно заниматься собой. Первое упражнение для того, чтобы удлинить шею. Есть две пары нервов вот здесь. Блуждающие и диафрагмальные. Я делаю так, упражнение для ленивых. Значит, сначала диафрагмальный блуждающий нерв. Вакус, так называемый. Он заканчивается, не заканчивается, а проходит вот сюда. Вот она. Ямочка, центр, да? Все есть. Ага. Вот ключица, медиальная часть. Вот надо. Вот ключица, если расслабить шею, вон там в глубине идет вакус. Вот она. И сразу становится больно. Попробуйте у себя вот так прямо рукой, и там будет больновато. Это точка, на которую... Давайте. Давайте. Вот смотрите. Вот это ямочка. Вот это пошла ключица. И вот прямо над медиальной, то есть над центральной головкой. в уголке между ключицей и ямочкой. Вы извините, пожалуйста, внимание. Вот медиальная головка ключицы, шишечка такая, косточка, и ее находятся очень легко. Просто. И чуть смещая здесь, где мышцы, пальчик, он упирается такой, как мышечный, какой-то... Вот он. Тяж. Тяж. Правильно. Вот так и проходит вакус. Если вы опустите туда вот в глубь, так вот видите, что происходит, да? Пальчиком вы натянули этот вакус. И слева, и справа идут два. А выходит из черепно-мозговой коробки он... Ну, многим это ничего не скажет, что это шаловидный отросток, да? Вот. Но. Вот здесь угол челюсти еще. И вот чуть ниже челюсти. Я здесь пальчиком положил. Аккуратно. Силы здесь не надо. Жесткость не надо. Нужно положить пальчик, зафиксировать, и почувствовать, что вот здесь натягивается ткань. Я думаю, те, кто ближе, прямо видите, как натягивается ткань. Видите? Кожа натягивается. Видите, играет? Вот мы через вот это движение, мы натягиваем нервус, лагус, левую веточку. Я его нащупал. Эту руку мягко, смотрите, видите? Опираюсь. Мы как единое целое сейчас. Это еще один из методов. Когда вы будете делать для кого-то из родных, вы сначала, ну, вот это вот душевное тепло, телесное, да, на спокойствие даете. А затем вот это вот движение. Вот я чуть-чуть тракцию вверх делаю этого лагуса. А здесь нет. Все. Нужно не давить. Потому что ниже находится артерия судна. И я растягиваю. Нежненько, мягенько растягиваю. Понимаете, да? Значит, давайте с другой стороны. Сейчас мы сработаем как на этот, так и на второй. А затем сделаем это совместно. Смотрите. Мы создаем такое... Ну, мы уже знакомы второй дел, поэтому мы почти радуем. Пальчиками я нахожу. И делаем это. Этими пальцами я слышу отзыв. И сделаю легкое растягивание. Все. Теперь нужно выключить мозг. Свой, личный. А раз хотим что-то делать, просто подождем. Просто подождем. Мену некуда деваться. Он через него тоже я немножко отчел. Делать такое, под вашими пальцами, по всему этому телу. Будет такое. Тук. 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 И тело поплывет. А может не поплывет. Услышите только тук. Пошло, да? Ну вот. Этого тук уже достаточно. А здесь кто это будет делать? А делать это нужно каждому человеку. Запишите. Или вот вы правильно транслируете все на видео. Нужно после этого тук расслабления. Выждать две. Правильно говоря. Две. Для того, чтобы мир не стянулся. Не возвратился. Изначально. Ничего не разного. Все. И вот мы в это время можем, что делать, лениться. Люди ленили. Да? Мы можем думать о чем-то светом. Смотреть какие красивые глаза. Девочки напротив. Какая мягкая улыбка между моей коллегой. Да? Получать вот эти. Замечать вот эти вот красивые вещи. Эти внимательные глаза. Которые прямо понимают, хотят. И в то же время вы не расслаблены. Невозможно расслабить человека, если он пришел сам. Вирус. Угу. Через две минуты. Вот оно поплыло тело вообще. Смотрите, я сейчас ослечу ее. Чуть поведу ее. Смотрите, она вообще. Видите? Все. Прошло две минуты. Одна веточка. Вирус уже расслаблен. Теперь мы покажем вместе. Вместе с моей моделью. Как это можно и нужно делать самостоятельно. Так вот. К чему? Обучение людей делать от здорового здоровья что-то, я считаю, одной из самых святых возможностей. Что еще можно оставить? Каждый же как? Хочешь получать много денег? Начинай транслировать деньги. И раздавать. Да? Хочешь получать знания и опыт? Начинай транслировать опыт и знания. Все будут возвращаться. Добро? Пожалуйста. Добро. Любовь? Пожалуйста. Любовь. Так. Мы берем два пальчика и отцепляем здесь. И отцепляем. Оп. Зацепил один. Оп. Зацепил второй. Все. Ничего не надо. Просто сел и расстал. Сюда поверни. Сюда поверни. Ну я почему сделал локти, потому что я прям показываю, что именно на столе. Над столом. Да? На парте. Я не знаю. Пассажиром в автомобиле. Пассажиром в автомобиле. Вот. И вот в это время, конечно, лучше замолчать. Оп. Отщелкнулся. Отщелкнулся. Идет прям с похрустыванием. Такими. Все. Я его отцепил, этот нерв. И слева. Справа больше. Оп. Оп. Отщелкнулся. Может даже слышно. А мне? Ага. Вот я слышно здесь рядышком. Вот они отщелкнулись. Вот теперь мне нужно сколько мы готовили? Две минуты. Прекрасно. Мне нужно подержать. Две минуты. Пожалуйста. Я еще раз покажу. Вы продолжайте. Кто ведет уже процедуру. Вот я могу его здесь натянуть. Видите? Кожа натягивает здесь. Вот здесь. Вот здесь. Все. Все. Вот здесь. Все. Описано во многих книжках. Парень, по-моему, писал. Еще кто-то там. Его стелпатик взяли. Там основ. Вот. Я пришел в свое время. Это самостоятельно. Вот уже хорошо. Уже. Раз, 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 раз. А что делают эти нервы? Они нервируют практически все внутренние нервы. Перекар от сердца. Нервы и громцы. Желудок пищевого. Весь кишечник. Вот они же ходят. Понимаете? Это неизбежная реализация. То дает такую реализацию, что кишечник лучше начинает стать какой-то полезным. Полезно. Желчный пузырь начинает работать полезным. Очень полезным. В основном застой. Да? Кровоснабжение увеличивается. У всех внутренних органов. Полезно. Конечно. Урежение сердцебиения полезным. В эпоху вот этого, про Россию, вот этого взлома. А Леза. И вот понимаете? Вот один из ключевых моментов. Ну вот там еще есть, конечно, детали. Я думаю, что Тарманский стиматик. Хоть бы там определенных. Он сейчас читает. Будет этот семинар. Он будет вести. Он, по-моему, еще покажет вам. Это не показатель. Не покажет, кто будет учиться. Не знаю, что я не могу. 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 Все. Уже лучше. Еще что нужно. Еще нужно знать, что у вас должно быть терпение. Вера и терпение. И когда у меня шумело в ушах. Когда начало падать зрение. Раз было, то минус пять, сейчас минус один, семь, пять. Когда у меня началось плюс уже такой возраст. Да? В 53 года. И в созрении проблемы начались достаточно давно. Сейчас я же читаю. Я это вижу даже. А было время, наверное, каждому знакомому. Да? Ну, просто у человека. Когда так ты не видишь ногти постричь. А там, где видишь, ты уже какой-то стакан. Да? 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 Ну, ты как-то проходил. Ты понимаешь? Ты решила сделать вот это? Это тоже улучшение? Все это будет. Потом уже может быть самомассаж и так далее. Так вот. После того, как вы растернули нервы. Вы размяли пункты шею. Я показываю достаточно жестко. Можно даже поменять какие-то лакуны, когда забивающие растереть. Я буду говорить про алкогены, про алкогены и так далее. Вам нужно шею тянуть. Вам нужно шею тянуть. Три с половиной месяца у меня ушло на то, что хватало только моей силы. Уверенность, вот упертой уверенностью, что ну не может она не удлиниться. Ну не может. Понимаете? Я тяну голову. У меня плечи поднимаются. Влогисти. И мне уже родные. Коллеги говорят, ну сколько ты можешь удлить в родную сторону? А если не надо, то проблемы. Проблемы. Ху-ху. У меня там шумит. Я не слышу. А когда у человека какие-то хронические вот эти проблемы, он никогда не будет добрым. Он может сыграть доброту, но он время от времени начал срываться. Так он срывается обычно на родных, на родных, на родных. Создается атмосфера невозможной для любви и радости в семье. Понимаете? Просто хроническая вот эта ситуация. Кто хочет такой жить? Никто. Идти за помощью. Ну прекрасно. Сейчас есть целый абортов, специалистов, профессионалов. Но ведь не набегаешься же. Понимаешь? Забудела с часа ночь. Заболела с часа. А еще там деньги, еще там что-то. Понимаете? Надо перебежать. Поэтому делайте. Три с половиной месяца у меня ушло на то, чтобы начала двигаться шея. Сейчас я вам покажу на ваше видео, да? На ваше видео сейчас покажу, к чему пришел. Хотя давно не делал, но делаю регулярно, собственно, разминаю и так далее. Амплитуда движения головы. Должен смотреть человек. Сначала лучше сюда правый левый, да? Работаю без разминки, поэтому... Ну не, ну и распустил вырывок. Повернете, у меня тоже этого не было два-три года назад. Так вы не поворачиваете не просто, а руками, да? Конечно. Помогаете себе, это на ваших ощущениях. Во-первых, с добром, во-вторых, это не торопятся, в-третьих, это мягко, да? Четверо. Это вот амплитуда движения. Хотя я помню, с чего начиналось. Начиналось с того, что я проворачиваю голову вот так, продержал это несколько секунд, а обратно я ее вернуть не могу, я ее вот так вот ставлю, потому что у меня посвело все. Сейчас вполне свободно. А теперь длина. Ну, я не вижу себя здесь вашими глазами, но вот сейчас у меня шея короткая, длинная, нормальная как? Нормальная. Нормальная. Такая? Да ладно. Нормальная шея? Нормальная шея. Давай. Если она у меня будет длиннее, это значит для сосудов будет лучше, для мозга будет лучше, отток будет отсюда уходить, значит у меня будет нормальное давление, сюда будет соступать кровь с кислородом, значит у меня будет хорошо память, зрение и все остальное, да? Поэтому тракция, она необходима. То есть, что мы делаем? Зафиксируем, да? Расстояние шеи, вытечивая сейчас один бок. Заметно, да? Да. Три с половиной месяца, чтобы начало происходить и начало происходить, чтобы только было начало. Не начнется через три с половиной, значит начнется через четыре. Не начнется через четыре, через пять. И путь, путь у вас один. Путь, конечно, туда. Волк, да? А путь никуда. Таблетки. Это, извините, ну уже раз вы здесь, надеюсь, это не у вас. Ложитесь на стол. Ложитесь сначала на спину. Я покажу, каким образом это можно делать со своими работами. Ну еще что? Ложитесь на спину. Не можете снимать, я думаю. Я вам сейчас покажу, как расцепляются эти нервы здесь, как разогревать. А затем покажу, как действовать на вот эту вот подростную мэришку для начала. Ну вот, потому что со зрением вы здесь... Вы ходите сюда, парни рядышком, добавляйтесь. Ходите куда-нибудь, рядышком садитесь там. Вы можете, пожалуйста, не заглавить ничего. Нет, вы на нас кадрами досадитесь. У вас там есть. С видео, кто есть. Вы, пожалуйста, там садитесь, чтобы всем было видно. Давайте, пока всем не станет удобно, я ничего делать не стану. Можно. Я вам показал такой подход профессиональный, когда вы так раз и расцепляете нервы. Сейчас покажу, подход ленивый. Ленивый, самый простец. Когда, к примеру, еще не понимаете, к бабушке подходите к маме или, я не знаю, к ребеночкам. А он говорит, да ты не там что-то давишь. Он шаков показывал на другом месте. А он говорит, да и ладно, давайте я вообще просто. Вот самый простой, самый ленивый способ. Вот это красивая ямочка. Да, однажды на другом месте. Ямочка. 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 Ямная выемка. Ямная выемка. Хорошо есть там люди, да. Выемка. Кто-то говорил, что здесь душа находится. А рядом две головки, правая и левая ключицы. И вот мы берем просто и над левой вот так взяли и дали. А вот, я здесь. Я взял просто и палец туда. Опа, слышала, да? Слышишь? Слышишь, что происходит? Происходит это, тык-тык под пальцами. Понимаете? Происходит тык-тык-тык-тык. Если сейчас я это еще усилив вторым движением, вот, отзыв нашел, еще и здесь вам это обязательно нужно будет сделать. Мы еще улучшили ситуацию, да? Подработали. Поставили палец над правой. О, вот это натянутый нерв. Мы берем его, поднатянули и здесь взяли трактор. Все, в это время можем говорить о природе, сочинять стихи, петь песни, да? Планировать какие-нибудь там, я не знаю, гениальные действия, можно придумать пульс. Вот, например, людей, которые рядом. Вы, там пульс. Именно под этим нервом рядом, они параллельно идут, идет сонная артерия. Если вы надавили и услышали пульс, значит, вы поддавили артерию. Вам это пока не надо. Вам нужно растянуть нерв. Поэтому давление как такового, здесь ты же ощущаешь надавление. Боль какой-нибудь или что-то. Нет. То есть, я иду очень нежно. Вообще, знаете, у меня как-то родилась такая фраза, что нежным может стать только очень долгий человек, а нежным стать может только сильный человек. Нежным таким вот спокойным может стать только внимательным человеком. Это работа в первую очередь над собой, чтобы не через силу. Да? Мужчины, особенно, они же не любят через силу. Опа, слышала, да? Вот. Происходит вот этот дык, как будто что-то под пальцами, знаете, как распускается. Все, остается две минуты для того, чтобы зафиксировать. Если сейчас подсоединить приборы, их достаточное количество принято у нас, да и можно какие-то иметь на кармане, там пульсометр есть, там такой ангиометр, там, не знаю, РАПЭС, еще такие простейшие. Можно просто там атонометр подсоединить. Можно увидеть, что частота сердечных сокращений становится меньше в минуту. Давление тоже нормализуется. Это как раз мы воздействуем на мер, который это помогает. И вообще, знаете, есть несколько мифов. Я считаю... Слышишь еще отчалкиваться, да? Это действительно миф. А после того, как еще разошел? Еще две минуты. Еще две минуты. Поэтому это, ну как я, это труд. Это действительно труд. Это внимание, это время. Самое ценное в нашей жизни – это время. Понимаете? Но, если это время затрачивается и получается результат после этого благодатности, значит, тогда время-то останавливается. Ну, вообще, это один мой коллега. Я, наверное, недавно в деференции делал. Как раз заканчиваешь, что ли? Ничего себе. Люди только, по-моему, заинтересовались. Так вот, он мне выдал лозунг такой, да, провожая нас на самолет. Говорит, мы сейчас живем по принципу. Надо взрослее на два молодых. Так вот, если там действительно время поджимает и так далее, давайте все будем жить, запомним этот принцип. Надо взрослее на два молодых. И в этом вам и нам помогут эти жидкости, вода, которая тут реализуется, показывает все результаты, как наши доктора Рицкий, Ротян, и прочее. Хорошо, да. В этом биоэнергетические вещи, которые, вот, пожалуйста, подходите к модели, она вам покажет, как это еще. Вот таким вот образом мы сработали. Хотя бы с этим. Конечно, здесь еще и диафрагмальный держ нужно, чуть-чуть распустить мыши. Дальше разминаются мышцы, и начинается потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот она амблютура. У-у-у-у, сказала девушка. На море. У-у-у-у. И все в порядке. И все в порядке. Вот. Вчера мы так еще не могли с тобой поворачивать до ограничений, которые вот здесь еще остаются. А мы сейчас подсоединим такую психологическую практику. Потому что, знаете, вот эта психосоматика, психосоматика, еще одна легенда одна, привычная же. Да. Так вот, когда изменения в теле уже глубоко дошли, что меняется психика как-то там, да, настроение и так далее, вот она психосоматика. И сколько психологов начинает лечить, что психика. Вы осознаете эти процессы, зайдите в свое прошлое, оно уста, будет там это, станет лучше, но бывает это воздушный шаг. Ну вот. А соматику-то никто не убирает, физику никто не убирает. Поэтому, знаете, без всякого колдадурия, подчестному говорю, да, много чего, мои коллеги, мы сами умеем, чего они показывают, так скажем, на публичных выступлениях. И по психике, в том числе, и так далее. Ну, если вы не уберете ситуацию вот этого у нас белого, с которой так красиво сейчас извивается вот эта девушка, да, ну, то она терпит, да. Ну, что же, ну, у нас останется уже какой-то так. Ну, и сейчас на этой психике. Здесь выходит нерв, еще один нерв, аксессориус, так называемый. Одиннадцатая группа черепно-мозговых нервов, добавочный. Нерв стресса, конечно. И вот сейчас вот мы за несколько движений, это напряжение у него, а сейчас вы увидите вот такой маленький фокус, который, ну, вот этот фокус, который прямо на ваших глазах, это вашим стул будет происходить, как справа, а девушка примерно будет очень правильно. Это будет для нее, надеюсь, очень хороший, так сказать, залог, очень хорошее начало ее здоровьяки. Она будет продолжать и улучшать, и улучшать, и улучшать. Поэтому здоровье утопающего дело рук утопающих. И теперь, смотрите, в прошлое, влево, да, мы придумали, в прошлое, вот как хорошо у нее в прошлом. А теперь, после таких рук, после такой всеобщей любви, которую сейчас она испытывает от всей аудитории, она и вправо, и с вами в обмиражке. Вы все должны так вырастать. Вы все должны так вырастать. Понимаете? Вот этот вот вам фокус, в эти статус належи, хотя это не фокус. Ну хорошо, а шум в ушах? Все, сняли. Переворачиваемся на животик, аккуратненько, носик прячем вот сюда. Там несколько нервов, да. С шеи мы убрали уже 50% пациентов, скажем, не из людей, а вот именно которые обращаются, уже нужно решить. Но зрение легче восстановить, давление просто, нормализовать с шумом в ушах, и начинается еще одна, уже тихая и так далее. У меня был один пациент, очень богатый человек, ровно хорошая строительная камера. В каком ухе? В левом, в правом? В левом. В левом. В левом левом. Хорошо. Наверное, девушка начнет раздевать, чтобы было лежать. У меня в левом. У меня в левом. У меня в левом. Я в левом. Я в левом. Суть какая? Почему? У меня в левом. Я в левом. Снимаю. Для всех. Так вот, один пациент, у которого шел в ушах, он начал плохо слышать, начал плохо слышать вообще, мы докопались до причины. Значит, ему жена перед мозгом за то, что он не верит. И перед мозг постоянно, еще у них там общий бизнес, и так далее, он не хочет слышать этой правды, и стал плохо. Какой он нашел выход, чтоб не слышать ничего? Он начал искать другую женщину. В результате, сейчас у него две сини, и обе жены его пилят. Он перестал слышать на второе место. И сколько бы мы, так сказать, не старались, вот эту ситуацию. Значит, у здесь идет, так называемая, подосная мышца. Подосная, она вот собирается вот здесь от позвоночника, и крепится здесь к головке ключевой кости. В ней идут как раз все эти ключевые, здесь идет трапециевидная мышца, вот так часть ее прикрывает, здесь дельтовидная мышца, вот тут вот, которая прикрывает там и там эту мышцу. Так вот, разминание подосной мышцы, вот сейчас будет очень красивое движение, особенно мужчины, которые находятся со стороны стопы, получают эстетическое удовольствие. Вдоль позвоночника. Это оптимизация. Мы идем вдоль позвоночника, находим вот эти ключевые. Вот здесь очень хорошо работала вчера-позавчера девочка наша, Олеся, да, со скалочками. Вот они, раскаточки вот эти. Да, я находил этого девочка. Честно. Я нашел у себя такую ситуацию, ведь я же сам страдал этой проблемой. В подъезде моего дома, есть поручни такие блестящие, новые сделали там в Москве. Я присаживаюсь на корточке и как раз упираюсь спиной в этот поруч металлический. И давлю. В глаза клюли. В глаза клюли. В глаза клюли. Опа! Слышал отчет у нас еще? Да. Да. Вот один. И вот эти ответы, вот эти отзвуки, вот эти, этот отзыв не является тем, что мы где-то отцепили ситуацию. Начинаем делать другую. Начинаем делать третью. И потихонечку, потихонечку мы раскатываем так везде. Как говорится, чтобы перестала болеть слева, нужно надавить справа. Ну, мы установили уже такой, скажем, психологический контакт. Красивая девушка. Красивая девушка. Да. Вот. Что она терпит. Другого давно бы уже отлупила, наверное. Да, она тут. Я тут видишь, что... Я просто не... А, дотягиваюсь. Мы иногда прямо говорим, ну, на, покусай. Надо. Пощипай. Да, сильно. Да, очень сильно. Ну, как сильно. Если я буду здесь давить, здесь не будет. Хотя нежные девочки, вдруг там синяки иногда... Да нет, это очень двое. Я могу прикоснуться к вам. Здесь. Вот. Потом мы сделаем еще одну тракцию. Ну, конечно, дорабатывает полностью. Ну, ай! Ты с ней какого-то дороже сеанса сколько-то? Пока не уберется дух. Пока не уберется дух. Иногда ты сидишь... Ну, опять же, вот... Что хочу сказать. Вот это усилие, с которым я прикасаюсь, оно как раз прямо пропорционально результату. То есть, если ты медленно. И есть спокойные, есть способы, когда... Еще одна фраза, одна из моих любимых. Чем... Не важно. Мне трудно говорить. Чем выше мастерство, тем больше безболезненных тех. Это да. Но, к сожалению, есть такие, где... К примеру, отклеить, отсоединить сегмамидную тишку, когда... Ну, в любом случае. И если делать какие-то обезболивающие препараты, именно, какие-то, да, то вы просто потеряете контроль над тем, насколько вы воздействуете, можете травмировать человека. Ну, опять же, Бог, Бог, объединяющий любовь. Вы получаете эту любовь от Бога, что ли? Да? Да. Да. Где запрете? Я вам сказала... Я вам сказала... Да, Игорь. Да, Игорь. Да, Игорь. Ну, вот смотрите, а сейчас... Я вот так... Ну, здесь, кроме подосной, здесь еще и... Ну, здесь надо работать, конечно. Скажите, ну, мы же молодая, включена. Чего? Давай, молодая... Причин очень много. Сидячие работы, напряжение, стрессы, акцентуация, внимание на чем-то, вот на это... Сейчас что мы сделаем? Знаете... Подождите, мы закончили? Это будет... Партина, оба... Это будет... Это будет... Это будет... Это будет... Теперь смотрите, что еще... Значит, давайте... Будем говорить, как... Люди уже, ну, третий или какой очередной день, там, и не первые, там, конференции в этом городе и так далее. Когда идет человек просто к массажисту, ему разогрели мышцы какие-то там, да, вы размяли ее, была напряженность, сделали ее вялой, отправили через некоторое время, эта вялость опять соберется в жгут, и вновь потребуется массажист. Кратковременные. Вот. Иногда даже варьенно отправлять к массажисту, потому что расслабит, начинается переослабление, где-то может переклинить, заканчивая. Мы делаем каким образом? Мы делаем на нерв. Сразу расцепляем движение. Вставай. После того, как на нерв, или мы сработали на горень, на орган, мы должны отцепить, мы должны поставить позвонки. Помните, о булок не говорили о чем, да? Если желудок, то, значит, здесь, начиная от 10-го и до 6-го, в зависимости на какой-то резине зацепило. Если мы проработали здесь, что нам мешает, шаг вперед, что нам мешает провести легкую тракцию? Посмотрите. А вы как-то поставите? Я как-то поставил. Тем, кто было видно. Значит, смотрите, очень много мануальных техник, жестких, когда хрусь, друсь, там, брун, брун, понимаете, все это шревато. Ну, как профессионалы, конечно, пожалуй. Я покажу еще ленивую, мягкую техник. Она тоже основана на давиде. Я очень сильный, ты знаешь, да? Очень сильный. И тебя я удержу на руках. Ага, убирай волосы. Смотри, я тебя вот так к себе прижму. И беру вот этот золотой паркер подарочный. И еще раз пришел. Вот, хорошо тебе, Санна? Прекрасно. Теперь ты стоишь, а я пошел. И я тебя удержу. Поехали. Слышали, да? Слышали. И вот, когда она раз наладилась, мы поставили еще один пацанок. А теперь пошевелил. Все. Проверьте на месте или вам? Смотрите. Станец. О, как. Знаете, вы прекрасно понимаете, что это... Вы познакомились два дня назад. Девушка подошла ко мне лично, проявила инициативу. Вот. А скажите, пожалуйста, можете показать на ней одну точку, вот на кишечник, куда нажимать, чтобы поработал кишечник? Очень-очень. Уже вредное время стекло. Хотя хоть одну точку. Все хочет на курск Тимофеев. Вообще, вообще, хорошо, тебе заканчивается. Вообще, кишечник должен быть... Знаете, вот этот вновый город, вот этот торчащий вперед, вот этот тон кишечник. Толчащий, разбухший по бокам, это толстый кишечник. От этого, от внешнего вида, мы просто дифференцируем, какая проблема это. Но самое главное то, с чем мы, рано или поздно, даже самые юные, красивые и так далее столкнутся, это опущение внутренних органов. Поэтому опускается даже кончик носа, начинает вестеть, начинают появляться брыли. И в интернете кто-то выставляет, я не знаю, какой-то доброжелатель, выставляет мои фотографии пяти, семилетней и десятилетней давности. А там я старше, чем сейчас. И у меня жена смотрит, говорит, слушай, а кто это русский? Кто это такой там, да? И он подкидывает мне время от времени. Только пройдет какая-то конференция, где я свежий такой, весь горячий. Он бах, мне фотографию там на семилетней давности. А это было, когда я выбалил. Так вот, вот это все опущение, оно как раз, ребята, на одну секундочку, буквально на одну. Покажу самый простецкий способ. Вам нужно поднимать, да? Вам нужно, вам нужно поднимать кишечник вверх. Для этого просто вот над лобковой области положили руку. Ручки положили сюда. Можете это делать сами. Взяли двумя ручками, сейчас я покажу, а ты будешь дома делать. Положили над лобком, над косточкой, над симфизом. Мягенько, мягенько, мягенько. И будем устраивать здесь такое раздевание, скажем. Раз, раз, раз. Погружаем пальчики. Вдох, выдох, расслабляем. Не надо толкать. Не надо давить. Не надо стараться, самое главное. Не надо напрягаться. Это вообще противопоказание. Пальцы потихонечку начнут туда проваливаться. Раз. Провалились. Чувствовали, да? Я чувствую. Прошли пальчики. Начинают побаливать. Полежи маленько. Запусти туда добро. Да? Кто-то аутотренингом занимается. Запусти туда солнышко. Запускаю. Запускаю. Запускаю мои пальцы. Мое солнышко. Ставлю. О, куда пошло. Смотри. О, видите как, да? О, больше солнышка. И все. И потихонечку, потихонечку. Ножки согнули. Поставили их согнули. Ножки согнули. Ага. Прямо удобно поставить. Красавец. О, смотрите. Красавец. Вот это одна из справки живота, которую показывала бабушка. Да. Давние, давние, давние. Которые не зная вот этой специфики, или сами терапии, где мы включаем желчный, прорабатываем этажи, поднимаем как-то. Это делали бабки. Они просто брали и поднимали жертвы. Самое лучшее. Это не очень. Друговые движения на пух. Друговые движения на пух. Все это специфика. Все это нужно осознанно и нужно профессионально. Вот это самое важное. Что еще, знаете, Шерезь Николаевна? Давайте я заканчиваю, да? Вот здесь хорошо с ним, да? Один из бичей современной цивилизации, как и МСИДе, да? 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 Так вот, это, у вас хорошо так. Так это бич. Все, давай ты нас снова не отпустят. Мы с тобой потом еще проводим. Какать на унитазе – это бич для здоровья? Да. Да. Вот как мы в детстве делали, вот так вот, в шалейте сидя, вот так вот. Что происходит? Подтягивается сигма, выпрямляется проход. И оттуда это очень хорошо. И оно фррррррррр и ушло все. Если сидя на унитазе мы сели, во-первых, там же как, мы подтянули кишку, расслабилась перистальтика и все у нас эвакуировалось. А что сидя на унитазе делаем? Тужимся. Вы понимаете? То есть мы с головы на ногу, с ног на ногу, вы понимаете? Первый инсульт обычно люди переживают, второй инсульт живут уже недолго, кончают две жизни чаще всего на унитазе. Начинают давить, а еще инсультники, там что, кровь густая, еще там, чтобы легче было, где-то алкоголь, понимаешь, запор. Начинают давить, хочет выдавить внизу, лопается сосуд для рук. Так вот, призываю, убирайте унитаз, либо в позе орла, либо показывайте все. Расскажите в клетках, я это делаю, просто ставите коробочку. Ни фига не получится, знаю этот секретик. Легче. Вот он, самый лучший секретик. Не все так лопат, как вы. Хорошо. Вот, левую ногу достаточно одной. Я расслабила. Но на коробке это уже путь в правильную сторону. Ну вот это на унитазе. Не все, что могут унитаза. Да, вот коробки. К сожалению, с ними и стекло в следующем мастер-классе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok